я бы больше хотел бы посмотреть знаете что получается оставайтесь на линии ваш звонок очень важен для нас оставайтесь на линии ваш звонок очень важен для нас так сейчас небольшая пауза подождите так xiaomi выпустила шарф с электроподогревом и защитой от непогоды тоже вещь я считаю надо вообще сейчас выпускать всю одежду с подогревом активную можно вообще полностью перестроить и одежду современную чтоб любой современные но допустим современная обувь зимняя там куртка зимняя они все должны быть с подогревом и подключением пауэрбанков вот тогда это будет реально круто тогда можно будет носить зимой относительно не такие большие толстые курточки допустим шарфы какие-то перчатки ботинки просто у них будет небольшой usb разъемчик допустим ты туда powerbank херакс воткнул и все и а то плюс у них датчик температуры там если на улице допустим там вот вот например вот сегодня значит ясно да значит завтра будет бомбом понял нет а самочувствие вот если плохо себя чувствуете то будет холодно тепло завтра сегодня минус 20 херакс включается подогрев не но ты индейс я балдио бомба это было бы неплохо конечно ну вот тут пишется что на качестве источника питания используется внешний аккумулятор согласно спецификации 5000 миллиампер часов обеспечит семь часов подогревом в принципе неплохо да неплохо я говорю надо всю одежду делать с подогревом а тебе череп в голове сильнее черепки свели лет через череп сверят когда это самое с мозгом там связь мне делали все через нос без там эндоскоп такой с видеокамерой вводят через нос там такие клеточки единственно вот эти клеточки их ломали то есть чтобы доступ был вот к этой лобной доли там пришлось вот эти все перегородочек там несколько штучек их всех выломать пришлось как бы и получить доступ к этой части где валбу там бюджет десятого форсажа вырастет до 340 миллионов долларов ёпта мать куда мир катится говно снимают за кучу денег этаж полная диетия вы только вдумайтесь форсаж самая блевотная самая тошнотворная и самая уебищная блять сага вообще которую снимают последний нормальный форсаж был ну так с натяжкой типа 6 еще куда бедно можно было один раз посмотреть последний смотрел блевотина предыдущий то же самое такая синяя блять такой градус дебилизма пафоса какого-то и дети на этого блять вина дизеля вообще тошнотворно смотреть с его водоем семья это главное я сделаю все ради семи такая чушь ты думаешь блять как люди это дерьмо смотрят спецэффекты уебищные блять потому что все все нереалистично все такое тупорылая отвратительнейший просто фильм самый худший фильм за всю историю человечества по мне не знаю нет ничего хуже чем форсаж даже блять марвелов ски и всякие фильмы это имеет право место на быть подшайни для фанатов комикс это бредятиной идиотер и самое главное что заметьте на такое дерьмо тратятся огромнейшие деньги можно было бы за 340 миллионов долларов снять огромное количество супер крутых сериалов и супер крутых фильмов но нет при этом делают ебаный форсаж плевотную массу эту этот финн дизель который уже долларовый миллиардер такой я не узнаю уже ему просто если помыть и деньги физически выдавали бы можно было бы целый дом из пачек с долларами построить там он наверное опять получит гонорары там наверное не знаю там 50 миллионов долларов за роль почему бы и нет что я вин дизель мне можно это такой дебилизм и при этом он играть в этом фильмы не будет он просто будет выходить из своего вагончика так садиться вот в машину машина естественно водить там и все делать будут за него каскадеры там снимать каско просто будет сидеть в машине и с пафосом были семья это главное ну всякую чушь то есть не знает 220 диалога за весь фильм там 20 предложений про какую пафос и семью блять скажет получит свои там миллионные гонорары и пойдет такой дальше все скат меня сыграл в фильме мой были это ужас просто ужас хуже этого фильма я действительно не знаю что лежа опять бомбит чужие деньги по ней я чужим деньгам спокойно отношусь бывает завидую немного но это белая зависть белые это не с тому что я такой вот сижу там ну с другой стороны некоторые мужчины я думаю будут как вот просто посадят и мы и рядом будут якобы с ней разговаривать за нее отвечать там это всякую хуйню делать там переодевать ее в разные наряды короче за замена баба это для мужиков у которых женщины нет вот не купят ее стоит все тут а три тысячи долларов но это извините в россии она три тысячи долларов не будет стоить у нас все что продается сильно дороже не во первых мне не нравится на лицо абсолютно вот это молчу не но такая вещь познакомиться с женщиной в реальной жизни такие люди тоже не могут никаким образом застенчивые там и так далее олег привет рад видеть тебя хотел выяснить что все таки больше пестрончик или хоботок вот донатик у вас а спасибо хоботок наверно и получается себе бы я сразу такую не хотел и не стал бы покупать так что не говорите я ее себе купил там еще что-то подобное сваден сделала компьютерное кресло с мотором и функцией парковки я себе вот это да вот это компьютерная к мне кажется надо топовым игровым стримершем покупать такое чтобы показать свою значимость это белая зависть белая это потому что шикарно смотрите у нее даже вон это полосочки как у автомобиля есть ёб твою мать вещь просто вещь реально садишься и поехал нормальная тема пепе пепе и череп в голове сильнее черепки свели лет через череп сверят когда это самое с мозгом там связь мне делали все через нос без там эндоскоп такой с видеокамерой вводят через нос там такие клеточки единственные вот эти клеточки их ломали то есть чтоб доступ был вот к этой лобной доли там пришлось вот эти все перегородочек там несколько штучек их всех выломать пришлось как был 2325 там тысяч от хуана были геймпады от xbox ван я геймпадом играл это все хрень вот эта вещь вот это геймпад реально вещь это лучше лучше контроллер до до бюджет десятого форсажа вырастет до 340 миллионов до людей денег просто миллионы им девать их некуда почему бы не купить сандалии я честно говоря не понимаю этой херни ну типа на хрена никому нужны эти сандалии чё за бред идиотизм какой-то вот нахуй кому-то нужны старые поношенные сандалии какая какая на хрен разница кто в них ходил стив джобс или помиля андерсон например сахера не сдались я не знаю дебилизм какой он еще ладно компьютер которым пользовался стив джобс но сандалии ну ёб твою мать дебилизм прийти ему или там автомобиль на котором ездил стив джобс тоже мне блять стука дебилизм и еще бы выловил личинку блять из туалета блять законсервировал бы ее в банке блять а потом через пятьдесят лет продавал бы тоже бы скан садреги 1 пафосно ебал такое сидит тут главный заебя мой не священого тару ура товарищи